Сегодня 2 июля 2022 года. И вот эти четыре красотки будут героинями моего сегодняшнего ролика. В чем собственно дело? Сегодня при очередном утреннем осмотре моих орхидей, я это люблю, у меня это традиция, ритуал, я люблю осматривать орхидеи с утра, смотреть что да как, разговаривать с ними, голубить, лелеять, любоваться. Так вот, при осмотре этих орхидей я увидела следующую картину. Вот эти три орхидеи стоят у меня на восточном окне. Вот это стоит на северном окне, но посажены они примерно в одно и то же время. 19.04.2022 года, 1.04.2022 года, 2.04.2022 года и 1.04.2022 года. Но, я увидела, что вот эти две орхидеи, я их только для примера сюда принесла, они великолепно себя чувствуют, хорошие торгуру листьев, стоят тачком, бумагу можно листьями резать. А вот у этих картина получше. Если здесь, например, на 10 из 10, вот эта орхидейка примерно на 7 из 10, то вот эта примерно уже на пятерочку. Что я увидела? Вот у этой орхидейки, кстати, пока я сюда несла, я снесла цветонос. Вот так вот, а вот к разговору о цветоносах. Буквально на днях у меня вышло видео про цветоносы. В правом верхнем углу я размещу ссылку. Смотрите, вот как раз таки. Вот тебе, пожалуйста. Неаккуратное одно движение, хрупкий цветонос как ни было. Жалко, ну ладно. У этой орхидеи листики какие-то квелые. Мне они не нравятся. Они, конечно, еще жесткие, но не квелые. Учитывая, что я вчера орхидейку полила, такое ощущение, что я ее не поливаю. Как будто бы я ее игнорю. Но это ж не так. Это ж не так. У этой орхидейки такая особенность. Она светлолистная. У нее листики светло-зеленые, ярко-светло-зеленого цвета. Так, и что мы тут видим? Тут мы видим жухлость листьев какую-то, хотя есть росты. Осты. Орхидея там пыталась цвести, я и снесла, конечно, цветоносы. Значит, она великолепно бы цвела. И эта картинка мне не понравилась. Поэтому мы сейчас... Ну, это чуть-чуть получше ситуация. Но, тем не менее, тоже есть тенденция к таким же процессам. Посмотрите, видите? Либо пересвет, либо им прям жарко. Либо что? Ну, у меня притенение на окне есть. Орхидея, в принципе, хорошо. Чувствует себя прекрасно. Она тоже цветет. А листики вот не айс. Что я решила? Сейчас мы с вами все четыре орхидеи вытащим из горшочка и посмотрим, что у нас там внутри в корнях. Потому что если листья так реагируют, смотрим в корень. Это правило. Смотрите, что происходит. Орхидеи посажены примерно плюс-минус там в одно и то же время. Но в горшочках у них совершенно разная картина. Субстрат примерно одинаковый. Везде кора, везде собственный субстрат был использован, с которым эти орхидеи пришли в покупном горшке. Везде есть на дне кокосовое волокно для аэрации. Везде есть мох и серамис. А смотрите, что происходит. Вот эти горшочки, где листики вот такие все напитанные, хорошие. Посмотрите, что здесь. Здесь грунт работает уже единой дружественной субстанцией. Корешки напитаны, грунт влажный. Я же только полила. Ой, надо аккуратно, чтобы не снести опять цветонос какой-нибудь очередной. Потому что, ой, еще один цветоносик. Здесь цвет вытеления, а здесь цветонос. Отлично. Грунт работает хорошо. Корни растут. И воздух. Это вот, кстати, тяжи. Тяжи это освобожденные от виламина корешки. Потому что, видимо, они при пересадке были какие-нибудь гнилые. И воздух, и влажность здесь прекрасные. Орхидеи чувствуют себя великолепно. Такие жесткие, хорошие листья, которыми можно резать бумагу. Я так это говорю. У этой, кстати, посажена она 2 апреля 22 года. Вот это вот моя красоточка. Здесь вообще все заросло водорослями. Хотя стоит она на северном окне. Вот эти три на восточном напоминаю. И здесь у нее вообще красота. Все питается, все растет. Кореней много. Они все зеленые. Субстрат мокрый. Она вообще такая пивунья. Она очень много пьет. И водички всегда много я наливаю. Там вообще красота. Ну и водоросли, конечно. В общем, все как надо. Хотя прямые солнечные лучи не попадают на эту красотку. А водоросли растут, как ни странно. Хотя во многих роликах блогеры говорят, что только тогда, когда тепло, влажные попадают в солнечные лучи. Нет. Вот цвета много. И от окна, и от дополнительной подсветки. Цветил горшочек. Ну, у нее все хорошо. Она вообще нажирует. У нее все отлично. А вот эти две красотки, вот у которой я снесла цветонос, и вот вторая, еще пока хорошо выглядят. Но, когда я приглядела скорее, смотрите, я вчера полила, а корни сухие. Да, есть росты, листики прекрасные. Но корни, смотрите, все сухие по горшку. Знаете, почему? А потому что здесь субстрат не начал работать надлежащим образом. Возможно, после пересадки я их не замачивала, не помню. Или замочила один раз. После пересадки, для того, чтобы кора начала хорошо работать, и вообще весь субстрат начал работать, я называю дружественным, по отношению друг к другу все компоненты, орхидею обязательно надо пару раз замочить целиком, когда вы поливаете. Чем я сейчас и займусь. Но вот если у этой картины очень хорошие, вот смотрите, у меня листик вот такой есть, корявенький. Это я, когда ее садила, я его нечаянно... Он был маленький, вот такой же молоденький, я его нечаянно снесла. Ой, орхидея все такое нежное, когда оно вот... Когда только начинает расти. Вот листик, вот он начинает расти. Он такой нежненький, такой он уязвимый. Так же и цветоносы. Они такие нежные, такие уязвимые. А вот эта вот красавица показывает мне, что ей воды не хватает. Почему? У нее такая же история. У нее грунт не работает. Он сухой. И смотрите, сверху мало мха. Почему я и мха не положила больше, я не знаю. То есть субстрат не работает надлежаще. Он сухой. Корни вчера полила абсолютно сухущие. Вот только кокосовое волокно намокло более-менее, и все. О чем мне это говорит? Смею предположить, что... Я ее тоже не замачивала. Я сегодня все горшки пересмотрела по этому поводу. Все с хорошо работающим грунтом. У всех грунт после полива намок, промок, равномерно распределилась вода, корешки пьют. У этих, как с гуся вода, грунт нерабочий. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, я их все замачиваю после посадки. Возможно, пропустила. Есть вероятность, что я пропустила. Либо замочила только один раз. Вот грунт не работает ни у этой, ни у этой. Что я буду сейчас делать? Я сейчас эти две орхидейки замочу. Замочу минимум минут на 30. И потом их отправлю на свое постоянное место пребывания. Вот на это я хотела сегодня обратить внимание. При поливе орхидеи, смотрите, они даже в горшочках и водичку пьют плохо. Потому что не работают компоненты. Не тянут они водичку. Ну, здесь, конечно, у нас тут керамзитики. Видите, куда корень выполз? Не хватает. И вот, видите, корешок. Им не хватает водички. Вот те корешки, которые к воде выползли, им вот водички хватает. А те, которые вот здесь вообще во всем, во всем грунте находятся, пребывают в состоянии водяного голода. Им водички не хватает. Поэтому я их сейчас замочу. Из мелочей складывается наша жизнь. Мелочей не бывает. Нужно на все обращать внимание. Да, цветоносик я снесла. Молодец. И снесла я его даже под самый корень. Даже почки здесь нет. Ну, ладно. Цветоносы мы нарастим. А вот корешки, это очень важно с листиками. Я подготовила водичку. Вот у меня есть такой кувшинчик мирный. Водичка абсолютно чистая, тепленькая. Почему тепленькая? Они у меня сейчас только с подоконника. Там жарища, корни горячие, разгоряченные. И даже комнатной температуры вода будет для них, мне кажется, холодненькая. Поэтому для того, чтобы не было дополнительной резкой смены температуры, ну, так вот я привыкла так. Я делаю теплой водой. Я сейчас вот так, прям вот так вот покажу поближе, сверху аккуратненько, по всей окружности, по всей поверхности, налью водички. Почему по всей поверхности? Я хочу, чтобы у меня влог еще намок сверху, камушки намокли. Вот так вот, водичка аккуратно. Я не боюсь, что у меня на шейку вода попадает. Растение здоровое. Аккуратненько, не торопясь, медитируя на дзене. Спокойно. Я наливаю воду, вот здесь где-то до края 5 миллиметров не долью. Смотрим по шейке. Вот у меня шел ровно литр воды на стандартный горшок вот такого торте. Ой, по-моему, он 1,2 идет по продаже. И то же самое я сейчас проделаю со второй красоткой. Вот так вот, не торопясь. Я это делать люблю. Вот мой цветоносик. Ой-ой-ой-ой. Ладно, что? Вот так вот. Причем я так все аккуратно делала. Все равно снесла. Так, потихонечку. При этом мы думаем о хорошем, о добром, о вечном. В хорошем расположении духа нужно абсолютно радостным, довольным. Вот вода, она запоминает всю информацию. Поэтому, когда вы поливаете орхидейки, особенно когда вы поливаете орхидейки, испытывать нужно позитивные эмоции. Думать о том, что все будет хорошо, что все во благо, водичка во благо. Любить, радоваться за орхидейку. Благодарить ее за то, что она такая троженица. Им тяжело в наших квартирах жить. Эти растения не привыкли к таким условиям. Во-первых, они живут в тех местах, где очень высокая влажность. Они эпифиты. Они живут на всяких деревьях, на всяких поверхностях, камнях. У них совершенно другие условия произрастания изначально, которые в генах заложены. Даже вот эти гибриды, которые адаптированы под такие условия, которые мы им обеспечиваем дома, тем не менее все равно сложные. Когда орхидейка цветет, показывает упругие листики, рост корней. Я благодарна. Я так им благодарна. Они такие красавицы, такие умницы. Вот сейчас я оставлю водичку. Вот у этой шейки повыше, поэтому водички чуть побольше. У этой шейки пониже, у этой шейки чуть-чуть поменьше. Всегда до шеи воды наливайте. Кто-то наливает на 2 трети горшка, а не мне вот так поливают. Вот сейчас я оставлю этих двух красавиц где-то на полчасика. И потом солью всю водичку. Ну и вам покажу, как я это сделаю. Ну что, настало время выливать водичку. Что я делаю? Я вот так достаю орхидейку. Даю ему стечь чуть-чуть. Ам, какая зеленая вода. Так, водоросли. Все, ставлю. Пусть она стекает дальше. Сейчас самое главное, после вот этого вот всего, видите, как субстрат намок. Так вот самое главное, я выливаю эту воду. Помою под дом потом. Так самое главное, чтобы вода стекла. А почему? Нужно будет очень хорошо просушить орхидею. И та же самая история со второй. Ам, какой мокрый без субстратства. Примерно минут 35 они постояли. Все, я ставлю ее тоже сюда стекать. Эту воду я выливаю. Кашпо тоже помою. Все, оставляю стекать. Прошло еще полчаса. Я помыла кашпо с хозяйственным мылом. И обратно возвращаем орхидейки, которые уже стекли. Ага, эти стекляни. В слои кашпо. Все, теперь я орхидейки отправлю на свое постоянное место жительства. И вот теперь эти орхидейки напитались. И посмотрим через дня 2-3, как они себя будут чувствовать и как будет чувствовать себя грунт. Вот такая вот сегодня полезная, как мне кажется, информация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...